Ульяновский областной краеведческий музей отмечает юбилей 125 лет со дня образования. И сегодня обзорную экскурсию по нему нам проведет Сергей Кольцов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дмитрий. Начнем с истории? Давайте начнем. Музей находится в историческом здании, который является домом-памятником Ивану Александровичу Гончарову. Это здание было построено в 1916 году, столетию со дня его рождения. В 1912 году, несколько лет ранее, наши симбирские дворяне решили увековечить память о знаменитом земляке. И в 1912 году, собственно, был заложен первый камень, который в последующем превратился в этот музей. Мы с вами находимся в малом зале отдела природы, где представлены экспонаты геологического прошлого нашего края, а также палеонтологическая коллекция нашего музея. Палеонтологическая коллекция начала формироваться одной из первых. Ее основу еще в 19 веке заложил Николай Михайлович Языков, наш известный дворянин. Он собрал большое количество экспонатов еще в 19 веке, и часть из них ныне хранится в фондах нашего музея. Среди редких экспонатов, которые у нас представлены, вообще и хранятся в музее, есть скелеты ихтиазавров. У нас хранится один из 12 полных скелетов, вообще на территории Российской Федерации он у нас один в нашем музее, и 12 за рубежом. Здесь сейчас мы с вами можем видеть останки скелета и черепа ихтиазавра, то есть одного из наиболее уникальных видов древних ящеров, который обитал на территории Среднерусского моря больше 100 миллионов лет тому назад. Вот ихтиазавр был похож чем-то на современного дельфина, мы можем видеть на картинке, да, длину достигал до 10 и более метров, и, соответственно, у него была очень крупная голова, и количество зубов у него доходило до 200 единиц. Вот здесь мы с вами можем видеть окаменелые черепа, и внизу фрагмент большого черепа ихтиазавра с глазницей около 30 сантиметров в длину. Это хищники? Это хищники, да, они питались кистеперами рыбами, останки которых также вот здесь представлены в породе, их тоже хранятся в фондах нашего музея. Каждый знает, что в Ульяновске есть симберцитры. Да, конечно же, у нас есть свой подделочный камень, он у нас добывается в промышленном масштабе в районе села Ундеры, и вот здесь тоже представлены необработанные, а обработанные изделия из симберцита. Основу камня составляет кольцит, то есть это вещество, которое образовывалось больше 100 миллионов лет тому назад, либо вот в раковинах аммонитов, да, вот как внизу представлена раковина, и мы можем видеть, как кольцит начал заполнять полные места, да, когда раковина выпала в осадочную породу, и произошла ее консервация. Ну, в принципе, большинство камешков можно найти просто на берегу, гуляя в районе села Ундер, на Волге. Считается, что он камень теплый, обладает лечебными свойствами, и жители любят его увозить на память из Ульяновска. Солнечный камень. Солнечный, да. Два других вида ящеров, которые встречались, да, и на сегодняшний день известны науке, это были плеозавры и плезиозавры. Плеозавр был намного крупнее ихтиозавра, да, в длину тела могут достигать до 15 метров. Вот здесь у нас представлена бедренная косточка ихтиозавра, да, и фрагмент его челюсти, и здесь вот мы с вами можем видеть, как размещались его зубы. Ну, а плезиозавр был самым крупным из всех морских ящеров, да, который на сегодняшний день известен науке. Длину он мог достигать до 20 метров, у него была очень длинная вытянутая шея, маленькая голова и крупное тело. Количество шейных позвонков у него достигало 74 единиц, и как раз-таки вот в нижней витрине мы с вами можем видеть фрагмент шейного столба с позвонками этого древнего ящера. Здесь представлен палеоразрез в районе реки Волги, и мы с вами можем видеть, что на нашем высоком правом волжском берегу, да, породы настолько поднялись, да, что меловой период дошел, в принципе, до современного его течения реки, да, и при течении всегда подмывается правый берег. Поэтому останки и находки вот этих древних ящеров у нас делаются именно в районе села Ундер, да, и вот вдоль всего правого берега. То есть породы подмываются, и останки выходят на поверхность, и мы можем извлекать вот эти вот уникальные, как бы, экспонаты. Наш регион находится в лесотепной зоне, поэтому у нас преобладают как степные, так и лесные участки. Здесь мы с вами можем видеть ковыльно-типчаковый сеп, который преобладает у нас в заволжских районах. Здесь представлены каменистые сепы, которые у нас преобладают в Сенгелеевском, Новоспасском, Николаевском районах, там, где на поверхность выходят различные полезные ископаемые. Ну и в современном мире большинство степей превращены в агроландшафты, то есть это искусственным образом возделываемые человеком луга и поля, на которых выращиваются, в частности, зерновые культуры. В области более тысячи водных объектов, более двухсот рек, наиболее крупная из них – это река Сура и Волга. Здесь мы с вами можем видеть как раз-таки заболоченную пойму реки Суры, где на перелете у нас встречаются серые журавли. Можно встретить самых маленьких уток Европы – это черки, свистунки и трескунки. Ну а также увидеть выпь, она вот притаилась, вытянула свою шею, да, замерла, увидев опасность. Палевое оперение позволяет ей полностью скрываться сухим камышом или тресняком, и птица оставляется незамеченной. Ну и главный объект, конечно же, на территории края – это река Волга, либо же, правильнее будет сказать, Куйбышское водохранилище, потому что в 1956 году была построена ГЭС, уровень воды сильно поднялся практически на 30 метров. И, конечно же, сменился реал обитания рыб. Раньше их было больше 150, да, сейчас, конечно же, намного меньше. Ну и сейчас мы можем встретить и сама, и судака, и налима, щуку увидеть, карпов, сазанов поймать. Ну а на берегу встретить чайку, либо же крачку, которая представлена в полете. Около четверти от площади региона занимают леса. Леса встречаются у нас трех видов – это чисто лиственные, смешанные и хвойные. В лиственном лесу мы с вами можем встретить волков на переправе. Нередко под такой вот корягой волчица устраивает логово, гнездо, где вывозят на свет маленьких волчат. Новый обитатель нашего музея с этого года – это вот этот бурый медведь. Он появился в этом году только и сразу же занял достойное место в нашей экспозиции. Они тоже встречаются? Да, они встречаются. Они к нам заходят из таежных лесов, из чувашей, в частности, из других регионов. Ну, можно встретить. Встречаются тетерочки, пестрого дятла можно встретить. И вот так самое маленькое животное на территории края – это вот эта землеройка, которая весит всего лишь 20 грамм. Самое маленькое животное. Ну, и в таежных лесах, которые встречаются у нас в Сурском районе, так называемое Кувайское лесничество или Кувайская тайга, тут произрастают хвойные деревья, встречается можжевельник. Ну, и можно встретить рысь, одну из самых крупных хищных кошек, увидеть ежиков и стребов-перепилятников. С 2004 года на территории Ульяновской области существует Красная книга, куда занесены самые редкие виды животных, растений, насекомых, птиц и животных, которые встречаются у нас в регионе. Ну, самые редкие из них – это орел-могильник или солнечный орел, который является природным символом нашей Ульяновской области. Орлан-белохвост, который у нас гнездится в Старомайском, Сенгелеевском, в Радическом районах, и, соответственно, гнездится здесь и проживает на территории нашей области. В сепях встречаются тушканчики. На водных объектах мы с вами можем встретить выхухоль русскую, которая является современником мамонта. Мамонты давным-давно вымерли, да, выхухоль живет на территории нашего края по сегодняшний день. Ну, среди редких растений у нас встречается пионтон колистного, произрастает у нас в Радическом районе Ульяновской области, ну и, как считается, является прообразом маленького цветочка в сказках Аксакова. Уважаемые посетители, мы рады всегда видеть вас в нашем музее и его филиалах в это сложное время. Несмотря ни на что, мы ждем вас на экскурсии. В заключении остается еще раз сказать вам, Сергей, большое спасибо за сегодняшнюю экскурсию и пригласить телезрителей в старейшие музеи Ульяновской области. Субтитры создавал DimaTorzok